Дорогие друзья, мы к вам спешно возвращаемся, студия Рухап снова с вами, так же как и Олег Мингот-Клименко и Евгений Слипсомайлс-Липчик, у нас здесь ESL про лига 7 сезона, Североамериканский дивизион, и такие команды как Лимности Гейминг, Оптик Гейминг, Второе, Бест оф Лан. Да, друзья, всем еще раз, наверное, уже даже доброго утра, и мы действительно смотрим с вами уже третий Дэнферно, Лимности против команды Оптик Гейминг, интересные команды, интересные карты, опять же, обе команды на них играют отлично, или играли как минимум, ну и, соответственно, недавний, наверное, опыт команды Оптик Гейминг на Инферно был против команды Комплексти, где однажды Оптики их обыграли на квалификациях, по-моему, к Марселю относительно проиграли. То, что был счет 2-1, очень плотная борьба, и там, и там была. Врыв на точку Б, от команды Оптик Гейминг, флешки есть, смоки есть, перетяжка от команды также имеется, конфиг Шазам дает два минуса, ответ от Шазама по конфигу, Гейт сносит голову Челла, 2 в 4, дифюски-то имеется, смок есть, нужно попробовать забрать оппонента, Пикель, получается, забрать Санислава, Шазам в размене, ел еще один факт, это 2 в 1, отлично, я уже бакон забрался. Да, и то, что свой убил своего Оптик Гейминг, может похоронить, на самом деле, тоже эту пистолетку, то есть вот этот килл человека с бомбой, и вот тот килл, ел пытается найти голову, он понимает то, что, где шансы, а, они просто сваливают на Апленд, и ел найдет все португальские слова сейчас, чтобы описать эту ситуацию, ну, я не знаю ни одного, а если б знал, то все равно нельзя. Да, Кейджин Ви будет на дефолт, скорее всего, ставить бомбу, чтобы банально себе ящиком закрыть, именно так и происходит. Дефюски-ты плюс смок, потому что ел был саппортом от команды Римности Гейминг, но его уговорили не идти, его уговорили, видимо, не идти, да. Либо он просто не понял, потому что он прочекал точку Б, и такой, ребята, я обшибся. Либо не понял, а вот это странно. Нет, слушай, он идиот, да, только старается быстро, да, он ошибся. Или там кто-то что-то ошибся, и он теперь такой, ну, пацаны, ну что там, мне надо было туда, или он сам ошибся. Но вот теперь вариантов особо нет. И патрон немного оставалось, так что либо свап девайс, это еще минус время, и смок потрачен на бомбу на дефолте, соответственно, первый для оптигейминг без шансов пока что для Римности, хотя были шансы в середине раунда, когда там было убивание. На самом деле, какой-то сложный момент сейчас был, то есть он уже потратил много времени, и один в два хотел ворваться, типа, без информации, немедленно, то есть не понимая всего, потому что, ну, мозг не успевает обрабатывать сейчас за такое количество времени в целом. Хм, ну не знаю, ну то есть опрометчиво. Ошибся, значит, ошибся. Стой на месте, все, окей, сохрани. Рефискеты сохрани, пригодится. Смог сохрани, пригодится. Чешка стак, 4 плюс 1 от команды Римности Гейминг, ну и Дигов, естественно, та самая единичка, для того, чтобы, мало ли, вдруг получится в кроссфаере, например, настучать по голове своим оппонентам, что, кстати, вполне. Но Кэйджон Би, что-то Бэтмена тоже не сыграл, Гейт отвечает. Окей, Гейт сравнивает счет, конфиг еще замыкает оппонент, который на планете загулял, поэтому в данном случае оптика все получается, но много потеряли оппонента, господи, много своих потеряли, имеется в виду. На самом деле оппонентов тоже много потеряли, потому что лишь Чел остается в этом раунде у команды Римности Гейминг. На уж Челло с Чешкой на секонд-миде пробрался через вестамские ходы, но и теперь немножко разминулся со Станиславом. Челло даже не понимает, где находится, или, возможно, находится один из врагов. Ну и, соответственно, сейчас спиночкой, спиночкой выходит у нас тем временем Станислав и добирает последнего. 2-0 для команды Оптик Гейминг, опять же, подобное начало, оптики начинали на трейне The Defense, но не менее успешно. Да, там где-то подзалили, хотя счет был 9-1 изначально, но потом 6 раундов на Римности себе все-таки отхватили, но дело дальше не пошло. Выиграв пистолетный раунд, отдали форс, а там уже было все как под копирку, слизано с первой половины. 2 Мактена Юмпик и Калашников, ну и, возможно, врыв на точку боя с этими девайсами вполне возможный будет ли. Такой быстрый, по-моему, не сейчас. Хаешки полетели, Челло чуть не отлежился жизни, но врыв дальше, Станислав фармит одного из игроков команды Лимности, а дальше продолжается конфиг, дело 2 минуса, еще одна хаешка за цемент, и только один на Некес со своим юзком в попытках кого-нибудь найти. Не получается, бомба лежит далековато, за ней возвращаться нужны, очень крути, но гейт добивает последнего, 3-0, оптик гейминг, ну, пускай. Три раунда взяли, три раунда стандартные взяли, молодцы, ну, в целом, потому что выжили форс, как бы, все выжили, все правильно, все здорово. 4 Калаша, говорю, 4 МК четвертых плюс, соответственно, ФАМАС, гейт опять прицелом трясет своей стороны вот этих штук. Стуки интересные, у него все интереснее, интереснее, на самом деле, становится. Но в чате считать, что у него эпилепсия. Но чат, конечно же, не прав. Тут спору нет, в данном случае, как минимум уж точно, потому что она точно проявляется совсем не так, в целом, хотя есть разные, но и разные тоже проявляются не так. Кстати говоря, есть та, которая абсценсивная, а есть та, которая вторая. В первой он вообще бы остановился на месте на достаточное количество времени, а второе, он бы упал на пол и вот это все, что вот вы все знаете, как это в кино показывают. Просто несколько вариантов есть. Минутка эрудиции, как бы, на рухабе сегодня. Вот. Но, пока я это все эрудировал, как раз замечательнее наш любимый чат. Забег на Аплент от команды Оптик. Ну и забег его неуспешный, хотя Некес немножко против. Кэджин Би гейд дает по врагу. Ел в пленте, замыть рукает Штанистова, также прилетает от Шазама. Кэджин Би 2% здоровья, это 2 в 2 по-прежнему. Нужно ставить бомбу, Шоу Тайм и Челл мчатся на помощь, на, ну, помощь друг к другу, по крайней мере. Шазам, отличный перевод спрея и два хедшота. Прилетает Шоу Тайму и Челл. Сверт раунд для команды Оптик, хотя оставались и Шазам, и Кэджин Би очень красными, но это уже было неважно, потому что все залетело как нужно. Шазам просто вводит по экрану, типа, пародируя гейда, но это не так совершенно смотрится. Для Люминостик Гейминг это чешки, пара деглов, для Шоу Тайма это Юспик и более ничего. Соответственно, ну, может быть, даже две снайперские ументовки увидим в следующем раунде, хотя мне очень понравился Пикель СВП на компьютер-трейн, прям очень сильно. Ел одна голова, дальше не пошло. Слушай, хорош. Это было действительно хорошо. Некис, ну-ка, ну-ка, Некис, через смок, ща как выйдет, слышит шаги, значит, надо выходить, вот он начинает двигаться, и... нет, Некиса все-таки принимает Шоу Тайм в таком случае. О! Ну-ка. Неужели? Вот это вот интересно, я тоже не знаю. Нет, хорошо, все окей, конфиг все-таки делает, сукил. Пикел и Челла остаются вдвоем. И Челла выходит, погибает. Пикел остается в одного. Один против четверых. Сейчас или никогда. Клач ор кик. По-моему, кик. Ну... Нет, подождите. На одну четвертую клач, на одну четвертую меньше кик, вот это все. Волт пулс. Так. Естественно, он убегает, чтобы сохранить то, что есть, потому что вариантов особо нет никаких. Тихо, вопрос, вот он второй мидл, и его Кэджун Би... Оооо! Не увидел? Не увидел, да. А Пикел его, кстати, увидел как раз. И даже подойдет ближе, возможно, чтобы поймать. К слову, еще импишку крадет. А! Он как раз за импишкой шел. И во вьетнамские ходы. Нормальная история, нормальная. Жонни, Жонни, вы его не найдете, Жонни, потому что они везде с Жонни. Орнеборг попробует ли попасть в те ходы? Нет. Или он думает, что там сейчас, возможно, кто-то вылезет, но сам пока не рискует идти. А тут уже Пикель нет. Пикель тоже не представляется, и никто к нему не идет в гости. Вот уже первые. На посетители Шазам. Пойдет ли? Да. Сам Пикель вышел, и сам же и погиб. 5-0 для Opti Gaming, но снова девайса для Lumino St. YELL Showtime. Две снайперские винтовки. Интересно. Ну, в принципе, это было, опять же, предполагаемо. 0-0-5 у нас для Showtime. У Челла также 0-1-5, то есть без фрагов, ребята. Но, в общем-то, Lumino St. вообще не убивают на протяжении всей карты до Инферна, к сожалению. Потому что хочется борьбы, хочется, чтобы в завершении этой игровой ночи мы все-таки увидели, ну, какие-то, может быть, интригу, какое-то равенство. Пока что ни одно, ни второе. Хотя, Renegade против NRG была более-менее интересна. На второй карте, на остальные карты прошли у нас, там, был счет, получается, 5-16. 4-16, 4-16, и только одни были 19-17. Все. Прошлая карта была тоже в одни ворота. Это, по-моему, тоже может пройти по тому же сценарию. Может быть. Но мы пока подождем. Мы пока посмотрим. Как-то все будет. 3А-2Б от команды LG, причем, а плент в полуподжимах вообще бы закрыто. Как-то прям перекособочено немножко у ребят. О, нормальный конфиг здесь делает, все конфигурационные штуки. Ты что, ты что творишь, алло? Ты что, ты что ты делаешь? Это шестой отоптик. Что? Покажите мне, где мне? Мне нужно его лицо. Здесь я не вижу лицо конфига. Это что-то, 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 что-то это было? Просто что-то. Он, понимаешь, он вошел. Одного там еле видно. Станислава в итоге убили. Конфиг, что из-за тебя? Одного еле видно, второго вообще в смог снял. Понятно, что позиция стандартная, конечно. Ел. Ну-ка, затикает ли? Нет, не попадает. Он сейчас сам его будет пушить. В итоге, наверное, добивать. Сейчас он понимает, за каким углом находится Ел. Но Ел окрызается. Круто. Молодец. Так, ну и Нэкс еще делает свой килл. Круто. И Пиккл делает свой килл. Круто. Остается бедный один Кейджин Би. Такой, ребят, вы че делаете тоже? Вот я тоже у них спрашиваю, что происходит? Ну вот то самое, когда ты идешь выбивать девайса, выбивает из тебя. Потому что ни одного девайса ты в итоге так и не выбил. Но даже при этом убивание челы из Шоу Тайм имеют по-прежнему по ноль фрагов. Они погибли самыми первыми. На этой карте, соответственно, тиммейт отдувались хотя бы вот таким образом. Но даже после бая команды Opti Gaming денег довольно много. 0-6. Девайсы есть у бразильцев. Соответственно, поборются за пик для себя в этой половине. Но насколько это будет продуктивно, если конфликт будет опять ронять людей на пол? Это вопрос по-прежнему. Там степпер с комментовкой летует нас один. На прыж на банан. Челы с Шоу Таймом сражаются. Челы еще один минус делают. Третий также получается для Шоу Тайма. И вот они шансы. Вот он смок под молотом от игроков обороны. И, собственно, опять в два шансов здесь лептиков. Не так много. Хотя, опять же, на двоих Шоу Тайм и челы разрулили на любые ситуации, которые к ним прилетали. Челы все-таки погибают от Кэджумби. 2 в 4 уже. И можно пытаться идти. 2 в 2 в плент. И даже при размене один остается у нас, к примеру, Шазам. И дальше разыгрывает клатч-момент. Такой сценарий тоже вполне возможен. Но нет. Все-таки Шазам погибает. И остается Кэджумби. I say Kajun, you say B. И никто B не говорит, потому что никому не надо. Ну что, чат, скажите, скажите B. А я скажу Кажон, а вы скажите B, короче говоря. И мечта Крегана исполнится. Пикл. Сейчас такой еще как вырезет. И оп, оп, Пикл, Пикл. Если б тебе еще поймать тайминг. Правильный. Пикл сзади вылезает. И убивает его в спину. Найс. Это прямо подготовка камбоджийских джунглей. Вот это прямо было сейчас сильно. Откровенно говоря. Но вот я сейчас смотрю еще, кстати говоря. Я почему перепутал некоторые игры. Когда у нас еще была первая игра NRG против Renegades. Я сказал, что у нас следующие матчи будут с командами Миности и Cloud9. Все это было параллельно тем матчам, когда проходили Sky и Dignitas. И там Cloud9 играли с Luminosity на ETS. И там команда Luminosity обыграла команду Cloud9 на Trane. 16-6. И может быть после этой игры какие-то соки были выжаты. Хотя должна быть наоборот какая-то, наверное, абсолютно другая движуха. В том отношении, что разыгранность плюс злость. Потому что они потом проиграли команде Cloud9 на Оверпассе. Но как бы то ни было, у нас уже есть опыт фраг на восьмом раунде. Оптики нашли фраг по Нейкизу. Остается Елл 12 хп. Но сам тоже там просил, по-моему, Кэджун Би. Который подгадывал с полторашки. В общем-то еще и Хаешку с бананчика присылается. Но Шазам говорит, нет, я не возьму. Выход на Аплэнд. Вероятнее всего будут организовать оптики. Елл со снайперской винтовкой пропускает. Если говоря, оппоненты сейчас могут получить сам в ухо. Если будет выходить игрок тот самый. Но ребра занимаются так же. Елл, кстати, ждет, забирает одного. Но дальше бы выжить, нет, Гейт. Не получилось. Прям забирает. Не получилось. А мог бы, кстати, шашлык там получиться, если бы. Если бы ДКБ. Но не в этот раз. Ослабленный Бэплэнд вообще-то, потому что там один человек. И на Аплэнде двое. Но, видимо, пойдут на А. Потому что на Бэвы же, видимо, не пойдут. Но и на А тоже, кстати говоря, не спешат. Но 35 секунд остается. Достаточно количество времени. Станислав пытается стандартные позиции простреливать. А там как раз развернулись просто ребята. Пиккл начинает шорт пушить. А, они пошли на Бэ. Ну окей, нормальная история. Дело в том, что Пиккл как раз шорт, по сути, поджимает. Станислав погибает, потому что гранату кидал. Это хорошо для команды Римности Гейминг. Им надо выигрывать этот раунд. Вообще без вариантов совершенно. Макс Рей включает-выключает автоматически. Ну, в смысле, Приус там делает всякие штуки. Прикольно. Это выглядит со стороны. Гейт остается один в два, и у него нет вариантов не поставить бомбу, поэтому и убил. Да, и даже бомбу не поставил. Второй раунд для команды Люминосича. Что по деньгам у оптиков? Хочется спросить, а деньги там еще имеются? Можно дать два дропа. Конфиг купит себе сам, потому что мальчик большой, самостоятельный. Ну, да, в общем-то, бай Люминосичи засавили два девайса. Но, опять же, после бая у них остается денег буквально у двоих. В случае поражения Пикель там тоже, конечно, может поделиться дропом. Там будет 7000. Хотя нет, дропом особо не поделится. Можно будет закупаться в соло, либо дать снайперскую винтовку. Получить фронт меньше, что не будет. Шазам на фритопонфакт. И снайперская доля была выиграна снайпером команды Опти Гейминг. Получает киджумбич из гранатки. Ну, в общем-то, более-менее. Вот контакт случился. Еще хаешка пощела. Как бы ответить за эту агрессию. Так, шоу-тайм. Вместе с челом получилось у них и не получилось у игрока команды Опти Гейминг. Я даже не удивился, кто это. Потому что посмотрел не сразу. Естественно, естественно. Конфиг либо так, либо так играет. Потому что постоянно риск гейт отлетает от Некиза тоже около Аплента в этот раз. За тройку можно зацепиться. О, это ж Бахдан Закон. Мама дорогая, что я вижу в онлайн-матчах. Да вы чего делаете-то, ребята? Да люминосити заряжено. Да на победку. Да вот это все серьезно здесь. У нас новый мейджор, черт возьми. Чего? Сложные истории, да, под утро? Вообще очень сложные. Я сейчас слышу какую-то информацию, какие-то команды, что-то какие-то турниры. Думаю, а в одну мысль соединить не могу. В общем-то такое случается, да. Под 6 утра. Но у тебя уже 7, по всей видимости. Ну, 6.40, да. Именно так все. И все мои кошки спят уже давно. Все 40? Да, все 40. Так, а мы работаем. Я же это независимый, одинокый и независимый. Так, чело. Сможет ли? Нет. Кстати, Кейджин Би со Станиславом скрывает бутлент, однако. Буду ставить бомбу на дефолте в бывшем гриле. Опять же, сейчас это гробы. Пиккл и Некис остаются вдвоем. Это что там? Райфл, райфл. И АВП. А вот это вот АВП, кстати говоря, на атаке в защите планта. АВП, это может быть забавно. Но B3 это стандартная позиция тоже. Поэтому на B3 должен лететь молотов. Не забудьте кинуть, пожалуйста. Во, да, 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 да. Все именно так. О! Ну и Каджон будет отлетать, потому что все сделано правильно. Команды ременности гейминга, третий для них. Красиво. Сейчас ременности подключились, опять же, довольно поздно. Но все-таки после чего-то 0,6 нашли себе силы и взяли 3 раунда подряд. А вот деньги, за которые закончились и оптиков, нужно делать 1 экономически. Ну или пистолетный полубайт. Тег-9 для Станислава. Воу-воу-воу, парень полегче. Наверное, было бы только сильнее, если бы это был какой-нибудь долберец или револьвер. Но Тег-9 это оружие, с которым сложно воевать. Его сложно усмирить. Но все-таки берется еще до сих пор где-то. Потому что многопатроночкой довольно больно может быть при ближнем контакте. Какой-то хэдшот и до свидания, мой хороший. Погибает, тем временем, Кэджун-Пи. Но в последствии 4 игрока команды оптик, которые готовы сражаться. Опять же, есть Диггл. Но Станислав с Текком вторым армором залетающий. Правда, для раскидания не осталось оптиков вообще. То есть нужно будет идти, как-то пытаться мансить, дергать оппонента на выстрелы. И вот нужно еще пройти Йелла со снайперской винтовкой. Один пробежал, второй не пробежал. Но все-таки забрали его. Йелл погибает. Но это по-прежнему еще преимущество команды Люминесси Гейминг. Харюшка присылается, конфиг теряет на большую часть своего здоровья. Остается со снайперской винтовкой на 20 хп. Ну и, соответственно, бомба лежит на ребрах, которые подобрать будет крайне сложно. Крадется конфиг с АВП. Не знаю, что есть игрок в упоре, а снайперская винтовка будет торчать. Его еще и слышали. О, интересно, но челы должны дать второго. Да, все так и получается. Триплкил от него. Это 4-6 в итоге по счету. Что довольно приятно для Люминесси Гейминг. То есть четверку они взяли подряд, причем можно давить, давить и давить, и давить. Но девайсный раунд от команды оптик. Сейчас дефиски-то есть у ЛГ. Все хорошо. Д-коечку челы кинул не д-коечку, а фулл. Д-коечку, потому что купил другую гранату. Окей. Понятно. Все понятно. Ясно. Некис. Уже Шазам убивает. Шазам на ранних таймингах не работает. Уже в меньшинстве оптик гейминг. Да уж, девайсный не сдается с самого начала. 11 раунд первой половины. Ну и дальше. Пойдет Ли. Елл стоит дежурь, да по-прежнему. Опять же, две снайпер-свинтовки есть. Но шоу-тайм, опять же, я бы, наверное, пикель отдал. Но у него здесь другая роль абсолютно. Если появляется в руках АВП, реализует вот вообще красиво. Это 1-2 фрага, делает 100% и дает такие флики или вообще ноутзумы, что хочется задать вопрос, а почему не он в снайперах, либо второй снайпер, почему шоу-тайм, либо кто-то еще. Но так решила команда. Пикель неплохо все показывает на протяжении многого времени. Долгого. Соответственно, там идет уже доверие с другой стороны. Выход на АПЛЕНД. Ребра занимаются командой оптик гейминг. В планете находится глубокой люминности. Есть также игрок на больших песках. И он там ждет своего звездного часа. Челла присылает еще и смачок, который заграждает вижен на лоунган. Но остается ему небольшая щелочка, через которую Челла сам попытается отработать. Пока что его оппоненты стоят и не двигаются. Ждут какого-либо действия. Можно было бы, наверное, смог откинуть на ту самую арку. Безопасно пройти, но нужно смакерить, которые будут в случае удачного захода на АПЛЕНД. Опять же, будет в более удачном направлении Челла. Стоит и ждет. Но сейчас, по-моему, дождется. Как-то хедшот, а конфиг. К нему крадется конфиг. Ну, все-таки добрали. Ну, как-то да. Добрали, и что-то их всех добрали. И Швотайм последний остается. И недалеко отпускает оптигейминг своих оппонентов. Швотайм огрызается. Правда, здесь как может. Может, еще какие-то гранаты подберет у трупа, например. Если они там были. Нет, не будет рисковать. Не хочешь на ребра выходить и даже показываться. Не хочешь там до второго меда или прямо в полуподжимные какие-нибудь. Круто. Реально круто. Такой экзит-фраг потенциальный здесь. Если Каджун побежит сюда. Он побежит ему ближе. Ему приятней. Оп, и уже не побежит. Ах ты какой умный. Ты смотри. Он спрыгнул. Теперь ему со своими приятней. Это да. Это точно. Это умнее. Действительно. И Швотайм никого не встречает. Седьмой раунд для команды оптигейминг. Есть некоторое количество денег у LG. С учетом еще сохраненной АВП. Опять же, это то, что надо. Дабл АВП. Здесь у нас еще будет. Перекидывание. Опять же, давай. Если это будет Швотайм, это будет Келл. Три эмки четвертых. Вро. Две эмки четвертых. Опять же, юмпик. Дофиски-то есть. Все есть. Все классно. Четыре клаша плюс АВП у команды оптигейминг. В ответ. Фуллбай по гранатам. Все еще вопрос, на самом деле, кто выиграет половину. Но оптики действительно ведь LG далеко не отпускают. Ну, вообще, да. Ну, и оптики, наверное, логично должны завершать это в свою пользу. Тем временем, Ай, он находит фраг по гейду. Почему логично? Потому что, ну, оптики выглядят пока что сильнее. Как факт. Но и люминайсти вроде как имеют порох. В тех самых пороховницах. И с Клодом поборолись. Хотя у Клодов сейчас не самая, наверное, лучшая. И стабильная форма. Как бы не крути. Опять же, там всякие решафлы. Опять же, замены интриги, расследования. Тому прочие вещи. Но посмотрим. Может быть и здесь. Люминайсти откомбечат. Мы сегодня с тобой видели такое инферно, что не позавидуешь. Так что, любые варианты вполне возможны. Шазам через Смок пойдет дальше. У нас на Переселке. Аж Штанистов плывается на план. Отличная флешка. Отпускает Еле-Еле-Ела. У него 20% здоровья. И он пытается жить на Малых Песках. Он ходит на Челов танцы. И почему даже не осознаваясь, что это может быть на Лонге. Да, есть Смоки. Но это большая боль печаль. Он ел в одного с АВП. Но он очень сильно рискует. Можно было делать на сейф. Еще и Хаишка прилетает под ноги. Нужно бы отойти. И погибает Ел. И Шоу Тайм также не реагирует. И погибает от Каджумби. Рене Борг. Дабл килл в окончании этого раунда. Восьмой для оптиков. Денег нету. Команды Люминасити. Так. И теперь на девятку можно аккуратненько оптик гейминг выходить. У них в последнее время, кстати говоря, на самом деле с Дейнферно были некоторые проблемы. Я вот все хотел сейчас увидеть некоторые проблемы от команды оптик гейминг. Ну, опять же, в общем и целом, да? Но видно то, что не то чтобы против LG конкретно этих особо проблем есть. Но немножко есть местами. Но, наверное, уже даже и меньше, потому что и поработали. Конфиг делает первый фраг. Это всего лишь пистолеты. Это не страшно. Но здесь вот этот вот товарищ, которого нам не показывают, Ел, очень сильно важен. Потому что он буквально в упоре на лампе стоит. И его не видно. Его не видно. И он ждет. И он выйдет. И он в голову Шазама может на самом деле настрелять. Слышит гранату, выходит. Стреляет. Шазам вообще в шоке. Ты откуда здесь? Не стреляет. Не попадает. В итоге Кейджин Пи справится с одним. Некис его забирает. Некис забайтился на калаш. В итоге взял. Успел, кстати. Прыжки немножко помогли ускориться. И в итоге его забирает. Это действительно девятка. Но байрон, конечно, будет у команды LG. Но что-то там не особо много денег. Чтобы было прям комфортно-комфортно. Ну да, это 5 эмок первого армура без китов. Флешки-сумаки. Одна хаешка есть у Шоу Тайма. Но здесь каким-то образом нужно будет все это дело сейвить. Опять же, оптики довольно агрессивно действуют. Постребения ничуть не проседают. И, кстати говоря, если нам даже проиграть, мне какой-никакой бай все-таки останется. Если еще и бомба, то будет львность вообще крайне сложно сражаться. С другой стороны, если снайперская нитовка будет попроще, закидывается опять же у нас машина тем временем. Бывшая машина. Конфиг получает где-то уже на половину ХП. Но и Кэджун Би проседает очень сильно. Там 15% здоровья остается. Ксинус был Рене Борг. А это все находилось у нас под точкой Б. Какая-то с кафель на встречающей Челла. И даже подвозонов, по-моему, прислал хорошую хаешку. Или прострелом там тоже попал. Или по голове. Где-то, понятно. Нам показывали другие, к сожалению, возможности этих команд на разворот событий. Шоу-тайм находит конфига. Врыв на точку Б не удался. От Кристиана. Ну и, в принципе, Смог еще прилетает на центр. Гейт стоит и ждет просто в позе Лотоса. Ел в спине! Сейчас на банане! Гейт наказывает Кэджун Би. Тут же погибает Кэджун Би. Но Ель не знает, что там еще второй есть. А уже идет номер 8 у нас там. Снайперская винтовка, видимо, будет получать вух. Хотя нет. Ел через... Да он даже увернется. Ты посмотри. Ты просто... Ты посмотри на Шазама. Не... Да ладно. Шазам. Шазам выжил. Шазам выжил. С бомбой. И Гейт еще ело убивает. Вот это вообще жесть для ЛГ. Это вот это вот ад вообще наяву. То, что сейчас произошло с точки зрения позиционки, стрельбы и всего остального таймингов. Потому что ребята могут на Апплэнт выходить. Они еще убивают опорника на Апплэнте. И Шоу Тайм еще через малые пески щекок ворвется. Но сюда уже смотрят стволы команды Опти Гейминг. И по сути ЛГ должны были брать этот раунд... Типа процентов, наверное, 85 какие-нибудь шансов, да? Потому что вы бомбу убиваете на банане. И потом с двух сторон попробую ее возьми, например. Да и даже с одного банана. Короче, не важно. Потому что они бы просто смогли бы справиться. Так, и Челла, конечно, минусует оппонента. Но здесь двое. И один выйдет с бойлеров на короткий в самое ближайшее время. И Челла в панике чего вообще-кого происходит. И получает жбан от Гейда. Вот эта штука. Вот эта штука. Вот здесь. Вот эта штука, которая была. Вот это вот. Вот это вот. Вот это вот. И вот это вот. Да рисуй, пожалуйста. И вот это вот. Это просто ад. Потому что... Вот этот вот... Как его, господи, называли? Это во Вторую мировую войну. Коридор жизни, да-да-да. Коридор жизни, дорогие друзья. Для Шазама. Это будет... Чебет конфиг себе в руки. Это парень, который сейчас будет делать... Это шнайпер автопро. Нереально автопро. Ну, хотя у нас карты берется раз в полугодие. А тут у нас еще и... Да. СГДЖ3. Я даже не знаю, как он называется. Да-да-да, я тоже не знаю, как он называется. Потому что... Никто не знаю, как он называется. Но пока что команда, да. Но Элзи возьму этот раунд. Если что, как бы, если кому интересно вдруг Элзи, наверное... Хотя подожди, 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 подожди. Точнее, это, наверное, мне надо тебе говорить. Подожди, Женя, подожди. Подожди, Евгений, подожди. Еще ничего не кончено. 2 к 4. Да, битая команда. Оптик, притом битая и по численности. Там, Санислав 45 хп. Но по-прежнему улюблено есть две чешки. Юмпик. Послышка попытка выпады на бананы. Шоу-тайм прочекал этот момент. Еще и их калашников унес. Ну и, в принципе, ждут. Понимаете, находится один из игроков. Там еще Чола прыгает. Попытка кого-либо найти. Но Шоу-таймы сейчас должны здесь забирать 100%. Должна быть пара работа. Там еще и Пекеля подсаживают. Пекель доставит. Нет. Пекель находит свой фраг. Шазам последний. Ему бы сейчас карм в руки. И погнали. Но он берет в руки чешку и... А там двое уже за бревнами заныкались. Там двое, да. В дрова. И Шазам получает в лицо. Это 5-10. В пользу оптик гейминг. Здесь, конечно же, все-таки двойное преимущество в счете. Опять. Пистолетка, в общем, в целом, от оптик может быть крайне опасной. Резкой. Опасной и рандомной. В том плане то, что... Они либо навалятся и смогут, как бы, либо навалятся и не смогут. Но при этом это та команда, которая может смочь. Вот в этом вся проблема. Причем никогда не угадаешь. На пистолетку заряжена, как бы, как у вас по механике. И сразу же вторая половина начинается. То есть, вот как сейчас, да. Они еще и с юспами. То есть, это еще юспы. Это не иглаки эти. Которые мне вот не нравятся, например. Вообще, я не знаю, как стрелять. Естественно, люди стреляют. Но не точно. На среднем остоянии Вейнса мы подняли. Он теперь во все стороны стреляет. Короче, жизнь какая-то. То есть, какие идеи от оптик гейминг? Конфигу дают стеклянную пушку. Конфиг. Сам по себе такой. И это правда. Станислав стандартный саппорт, опять же. И три дефолтных пестика еще. Нормально. Нормально. Да, вполне играбельная ситуация. Но, опять же, мы видим, что три армора у команды оптик гейминг. Дефюз имеется. Тут прилетает от шоу тайма. Гейт отваливается мгновенно. Неуточная попытка занять бойлеры. Его уже юсп появляется в шоу тайме. На точке Б находится у нас сразу трое игроков команды. Оптик гейминг. Но мчится Станислав с дефюзкой таймой. Все-таки на помощь Шазама. Потому что все еще не очевидно. А вот Бомбкер и вообще команда Луминости разворачивается. Бежит на точку Б. Шазам это все дело слышит. Шазам одному билет. Сказал. И МОЗ пропустил. Ну, в любом случае. В любом случае. Да, и Хлопас сразу. И Станислав еще побежал. Да, конечно, будет заходить, куда он денется. Еще если LG немножко задержится здесь, то вообще прям интересные вещи могут быть. Не, не особо задержится. На Б-плент. Кейджун Б. Чеку-чеку. Красиво. Каджун бы сняли. Конфиг работ. Ой, как же стихлядная пушела. Вообще просто. Запушела. Всех пушела. Еловин остается. И понимает, что что-то пистолетку мы слили. Ребята. Но Станислав, конечно, в этой ситуации вырулил абсолютно все. Начинает информацию. Заканчивая последним фрагом. Конечно, конфигу отдельные, там, не знаю, предпочтениях, вольбы, песнопения. Что он сделал три фрага из чешки. Мог бы вообще ни одного не совершить. Но Станислав, это number one в прошлом раунде, который собрал всю информацию. Он не стал палиться выстрелами. Просто отпустил оппонентов. Сам был дефюс-хитами. Если бы погибал, это был бы разворот атаки вообще по другому направлению. И просто выигрышный раунд. Потому что на точке B бы никого не было абсолютно... На точке A не было никого абсолютно. Челла, в попытке пуша. Шазам в бане пытается уйти. Шазама отпускают. И живет у нас игрок защиты. Хотя и вся команда реминости крайне битая. Все-таки Шазам живет. Да что ж вот такое? Челла впился. В этот самый фраг. Это мое. Это мой бой. Но, по-моему, нет. Сейчас все закончит, я чувствую. Гейт. Под патио стоит. Вскрывает раз. Ладно, не все. Но этого достаточно в общем и целом. Челла с пиклом, правда, отвечают. В меньшинстве команды Optic Games начинают делать свои замечательные пык-пык-пык-пык. У них получается Кэй Джон Би. Кэй Джон Би. И конфлик. И Кэй Джон Би. А бомба-то посмотри где. И он режет воздух, чтобы бежать еще быстрее. Просто быстрее, чем сама его жизнь сейчас. Перед глазами очень-очень универсально ставят бомба. Все подряд, в принципе, чисто физически. Но Некис, так как он остается последний, он понимает то, что... Ну, чашка у меня есть. То есть я одного в упоре убью. Ну, у меня кончатся 10 патронов из всего, что есть. Останется там 9, например, еще. Поэтому это, по сути, бомба на смерть, по большому счету. То есть он не раскладчирует, скорее всего, трех. Скорее всего, опять же. Хотя битые они, конечно. Этот первый должен был быть, но и не первый, и не второй, и не третий. Втрое выживают ребята из команды Optic Gaming. Дэвью есть бомба, 3,5 тысячи получают на руки, а денег у них нормальное количество. Втроем еще раз, да, повторюсь, выживают. На следующий раунд, на котором нет денег у LG, то бишь, по сути, еще фул, как бы, фармган сет. И готовы, ладно, окей, одно МК-4 купили. Ну и чешка для конфига, соответственно, мы опять же увидим сейчас, возможно, фарм-вечеринку, фарм-пати для команды Optic Gaming. Хотя, с другой стороны, есть 4 дигла и у чела Глок, 2 флешки. Соответственно, могут и голову подлетать, и не всем получится нафармить. Нет арморов, конечно же, но не совсем это большая проблема. Гейда замечает, он такой, ребята, я на это не согласен, пошел фармить дальше. С молотом стоит один и крыков атаки, но я находит фарм по Гейду. И это большая проблема, потому что это был один из юмпиков. Если бы это был конфиг, было бы не так страшно и обидно, потому что флешки, чешка, дафтер армор, конфиг, стейпу хоре. И раз, два, нет, получается. Тоже поступает в борьбу с Танисов, забирает одного, попробую еще на Экиза. Правда, есть еще и Шазан, который здесь все это делать, заканчивая, побывая абсолютно всех, подбирая еще Диггл на халяву и подбирая Молдов с тиммейта. Тринадцатый раунд для команды Optic Gaming, и теперь нужно тащить девайс на Люминосити, иначе это, вероятнее всего, мап и матчпойнты для Optic Gaming в случае поражения Люминосити сейчас. Это правда, да. Девайс у них есть, 4 плюс 1, калаши АВП. По гранатам более-менее. Для, как раз таки, Инферно этого хватает, потому что есть три Молдова. Опять же, это важно. В данном случае, Пикл будет ли топить дальше? Ему подмога есть, а ему подмога, видимо, не нужна. А какой ты классный, а какой ты классный! Ты посмотри на себя. Ммм, просто все сделал. Красиво, хорошо. Такая индивидуальная работа, на самом деле, действительно, может ломать все общепланы Optic Gaming, и все. Пикл, пикл герой, бомба на бэй ставится. Сейв для оставшихся. Ну, вообще, да, сейв абсолютно точный. Сразу же ребята из Optic приняли такое решение. Showtime стоит у нас под апартаментами и ждет выходящих либо на балкончик, либо вообще через дверку. И, возможно, в этой дверке кто-нибудь останется. Пошел у нас Shazam. У него юмпик, и не так страшно. Но, конечно, конечно, входит спинка к позиции, которую вообще, ну, в этом тайминге нечитаемо абсолютно. Потому что вряд ли кто-то будет стоять и ждать тебя именно здесь. Хотя ты можешь с тиммейтами сейвиться. Наверное, здесь была ошибка Shazam, а то, что он вообще пошел куда-либо. Но, наверное, хотел найти какой-то для себя фраг и, возможно, подобрать девайс посерьезнее. Рискованно, да. Но юмпик не так, чтобы жалко. Челы вместе с тем, и пошли дальше. Хотят выбить всю дури с команды Optic Gaming. Хотя, как мы помним по практике самих оптиков, у них получилось выбить ничего абсолютно. Находясь в ситуации 5-3, потеряясь сами 4 девайса. Ну, как мы видим, сейчас они сами теряют 2 калаша. И, правда, за ними не идут. Такая джумбий выживает. Хотя вот там жгли пароли и делали с ним всякие непотребные вещи. Он все-таки вышел и смогли в exit-фраге оптики для себя оформить. А вот Luminosic закупились таким образом на последнее. Это большая беда. Точно потеряли два девайса, а теперь денег там где стоит 700, и это максимум. Да, маловато. Так, ну да, было ВП от оптиков. Итак. Ранние тайнинги очень важны. Дэнферно. И вот он станисток. И вот он начинает врываться. И вот он начинает получать в лицо. Конфиг так должен и остаться на самом деле. Где-то здесь все-таки закрыть все это дело. Буууу! Промахивается. Уйдет ли? Ел еще. Шазам убивает. Ну, что-то попахивает пока сильно. Пока непонятно, конечно. Б-плент укрепленный в два лица. Но снайперскую ментовку на А. Это как-то прям настолько практически никак. Что сам Каджун походу понимает, что что-то как-то так себе идея, ребята. В пять лет с Luminosic Gaming пойдут спокойно на А. Каджун бы продавит. Либо он успеет уйти живым и убьет одного, как бы успеет уйти живым. Или просто уйдет живым, или не уйдет живым. Такой вариант. Каджун бы лучше показали. Эти-то понятно на самом деле, что они запекают. Ну, то есть, ну, они забегают, да, естественно, куда им еще деваться. Во, уходят живым. Во, вот так. Окей. Это седьмой для LG. Да, седьмой, но по-прежнему есть еще два ВП М-ки. Но очень важный момент того, что Luminosic выжили все в Питерам. Если сейчас не пойдут на поиски, они вроде как пошли, могут поставиться по два ВП. Опять же, ничего из этого не вынести. У меня полезного. То есть, опять-таки тебя вдевается, хотя вы должны выживать сейчас сто процентов. Я понимаю, что очень хочется выбить и обезопасить себя хотя бы как-то. Хотя бы на одну снайперскую винтовку отдаться от АИМ, но чтобы было попроще против одного ПВ-ать. Но, как факт, это может не получиться вообще, потому что KGB стоит и дежурит с гробов. Есть еще конфиг, который стоит и смотрит в сети. И где-то в ХЛП еще Гейтс. Своей М-очкой все-таки отгоняет. Флешка вылетает неплохая. Бомба печатает все сильнее и сильнее. Еще одна флешка. И через два ВП пойдут. Конфиг подставляет ножку. И за Б2 на 30 еще один из тропонентов. Гейтс тоже бедра от двоих. Два девайса смогли выбить игроки команды Luminosic Gaming. Что, в принципе, неплохо. Потеряв тоже только двоих. Ну, равноценный образмен. Правда, сейчас опять же себя обезопасили. Один экономический ли команда Luminosic Gaming. Нет-нет никого экономического. Две М-ки. Юмп, снайперская винтовка. И чешка от конфига. А вот конфиг может. Тем более, что мы помним с тобой Инферно от него. Где он очень часто занимал позицию на банане. Играя за сети. И где-то вот в упорных позициях просто царелось только проблем. Любым оппонентам. Они вешались от него. Хотя знали, что там находится конфиг. Но как-то вот в Брецк говорили чекать. И за это получали очень сильно. Да. Ну что. Чело. Шазам промахивается. Но бывает. Бывает. Около планета пока что собираются. Банан, правда, КТ не отдают. Потому что здесь некис. Он все еще должен сохранить банановое царство. Но все-таки отдают КТшникам. Конфиг как обычно, скорее всего. Вот проблема конфига в том, что это конфиг. Он, скорее всего, все равно подожмет в какой-то момент. А вот он начинает смотреть. Мне даже интересно. Вот он. Оп. Оп. Стоит, ждет. Стоит, ждет. Никого не видит. И пытается отпрыгивать. Понимает, что что-то там никого нет. И дальше прыгнет обязательно. А там ребята из LG, опять же, на ребра все тушуются смотреть, грубо говоря. Да, то есть мы пойдем, не пойдем. Вот. Конфиг любопытный, да. Смотрите, психологический маневр. Сейчас смелость. Найдешь ты конфиг смелости или нет? Да, конечно, найдет. Ну, то есть, все. Вот он побежал. Вот. И, соответственно, там уже забег. Кейджин Би снимает дейтеза. Кейджин Би не справляется со своим оппонентом, опять же. Это был чела. Гейт раз. Гейт два. С Гейт сейчас третий будет. Нормальный. Гейт работает. Сгорел. Но это на работе сгорел, потому что переработал. Все бывает. У всех бывает. В итоге четырех сторон для команды Opti Gaming. Неплохо сработано. И Гейт действительно с курилкой сделал максимум для своей команды. И посмотрели на день команды ременности гейминг. Там их нет. Есть на 2-3 девайса. И на этом все закончится. То есть, закупается Калашников, снайперская винтовка. Даже без дропа от Яла он покупает себе АВП на полную раскидку. Две чешки, Галил, Калашников. Но раскидка есть. Можно попытаться, опять же, загадать от ПКЛ. Либо же от Яла, который либо с АВП. Там МАК-7 для конфиг. Ребята, легкие вразиться. Что-то вообще прям не ощущаю. Пекели закрывает между двух на Молотовых. Он все-таки живет. С каким-то образом пытается монтить. Но худенький. Сразу видно. Малокушный, бабушка недовольна. Но даже сам еще делает враг. И, кстати говоря, прямо в этой ситуации выжил Максимум из себя. А здесь господин конфигурация со своей пушкой войны. Бездны, смерти и угнетения. Это Максимум, естественно. Только это. Только это. Бездны, смерти и угнетения. Все остальное это нормальные пушки. Добрые, по крайней мере, к человечеству. К человеческому существу. Макселон, нет, 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 нет. Вот. И стоит на бою ему совершенно комфортно. Шазам с УВП. Будет саппортить, опять же, 2-2. Аккуратненько встали. Очень сильно по ХП. Продавленный или Мнасти Гейминг. Но живы их пятером, что важно. В общем и целом. Потому что даже любая ходячая пушенька, как бы, в 6 ХП может сделать дело. Как раз вот чела может сделать дело. Но оптики тоже никуда не спешат. Понимая то, что у них преимущество в счете. В общем и целом. Шазам. До свидания, дорогой друг. Конфиг берет уже эту самую АВП. Меняет свой Макс 7. И давить, наверное, Б будет. Так. Конфигурация. Какие у тебя? У тебя решение. Пропускаешь человека. Не видишь человека. А на А пошли по ходу. А здесь гейт. А нет, на Б пошли по ходу. Ага. Слушай, конфиг снимает в итоге. В итоге, Левина Сигеминг, ты посмотри, да? У них 17 секунд. И вот Ел бежит. Ой, хорошая флешка. Отличная флешка. Да. И в итоге конфиг. Внимает оппонента. Остается у нас... Господи. А времени не хватит для Ел для того, чтобы справиться с Т-бомбой. Это раунд для команды Opti Gaming. Да, Ел делает свой фраг, но это неважно, потому что конфиг здесь похоронил полностью возможность команды Люминосити на взятие этого раунда. Ел с ВП, но у него осталось буквально 650 долларов. Команда имеет по 2 250 максимум. Соответственно, это полный бай. Для оптиков, правда, да, тоже там будет немного. Они в стыке раунд потащили, но денег осталось не так, чтобы ах. Конфиг с чешкой. 2 М-ки всего лишь. Юмпик галил. То есть такой... Это страфичный бай для обеих команд, на самом-то деле. Но Люминосити этот бай смотрится вообще очень плохо. Снайперская винтовка. Ел молотовок пытается жить. Если бы не было смокая, вообще бы сгорел на работе тоже. Хэджин Би. Харан Шоу Тайма. Это 4 в 5. Ну и, конечно, большая печаль. Еще хэшка на мидл. Правда, хэшка неудачная. Еще он там у нас на апартаментах на балкончик запрыгнул. Хочет идти дальше. Выход Люминосити на точку А. Но, по-моему, это карта для оптиков. Это почти понятно. Я думаю, что вполне возможно. Дождется флешку Шазам. Полетела флешка. Выход здесь же. Флешка отличная. Обратная. Но это один Ел с 36 хп снайперской винтовкой. Это победа для оптиков. И 2-0 по картам. И 2-0 по картам. Это правда. Ел, конечно, огрызается. Ой, хороший. Молодец. Ну, в том плане, что реально молодец. Ну-ка. Давай еще третий. Ну, так бы было классно, если бы это был третий. Но 6 очков, дорогие друзья, для команды OptiGaming. Здесь-я. Прямо здесь-я. И знаете, что важно?